Александр Соловьев сменил защиту Александр Соловьев сменил защиту дела Эксглава Удмуртии начали слушать с формальности коммерсанта 9 января 2019 года 15.19 первое заседание суда по делу бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева Обвиняемого в получении взяток, было посвящено ходатайством Подсудимый попросил заменить своего адвоката, что и было сделано После того как новый защитник ознакомится с материалами дела и выступит гособвинитель Показания даст господин Соловьев и свидетели, среди которых члены правительства Удмуртии и администрации Жевска Завьяловский районный суд 9 января начал рассмотрение по существу уголовного дела эксглава Удмуртии Александра Соловьева Первое заседание, которое проходило в открытом режиме, заняло 10 минут и было скорее формальным Обвиняемый ходатайствовал о замене адвоката Евгения Новосилова на Галину Сбоеву Ходатайство было удовлетворено, а следующие судебные слушания назначены на 30 января с тем, чтобы новая защитница могла ознакомиться с материалами следствия Начальник отдела гособвинителей прокуратуры Республики Дмитрий Малыгин заявил журналистам, что дальше дело будет слушаться уже в интенсивном порядке Процесс начнется с изложения государственным обвинителем существа предъявленного Соловьеву обвинения Это достаточно большой многостраничный документ, который будет мною оглашаться вслух После этого будет выслушано мнение обвиняемого об отношении к предъявленному обвинению Признает он себя виновным или не признает, в какой части признает, в какой части не признает, рассказал гособвинитель По его словам, порядок исследования доказательств еще не установлен Возможно, экс-главе Удмуртии будет предложено дать показания первому Затем будут заслушаны показания свидетелей и исследованы вещественные доказательства Всего обвинения вызывает в суд 144 свидетеля, среди которых члены правительства Удмуртии и сотрудники администрации Жевска Александр Соловьев и новый адвокат отказались от комментариев журналистам Как завершилось следствие по делу экс-глава Удмуртии Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере По версии следствия, он в 2014-2016 годах получил взятки от представителей компаний, которые строили мосты через реки Камайбуй В 139 миллионах рублей, в 2,7 миллиона рублей в виде доли участия в коммерческой организации Также ему были оказаны незаконные кадастровые услуги имущественного характера За это бывший руководитель республики обеспечивал внеочередную оплату работы с федерального и регионального бюджетов Получение лицензий на пользование недр и общие покровительства в пользу взяткодателей Дело слушается в Завьялово, так как преступление было совершено на территории этого района По информации источника, Александр Соловьев получил взятку в своем доме Правоохранительные органы нашли 5 миллионов рублей на серванте, остальное он закопал в землю Господин Соловьев признал свою вину, однако дело не будет рассматриваться в особом порядке Так как преступление относится к числу особо тяжких Евгений Зайнулин, Ижевск Кто из российских чиновников обвинялся в коррупции? В июле 2013 года по обвинению в вымогательстве взятки был арестован мэр Ярославля Евгений Урлашов По словам руководителя ООО «Радострой» Сергея Шмелева, в 2012 году его фирма заключила с мэрией договор на уборку города За это его обязали заплатить откат в размере 14 миллионов рублей В августе 2016 года Кировский районный суд Ярославля приговорил Евгения Урлашова к 12,50 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 60 миллионов рублей 20 января 2017 года решение суда вступило в силу фото Коммерсант Анна Соловьева, экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудко 8 декабря 2013 года был приговорен к 9,50 годам строгого режима Суд счел его виновным в получении 40 миллионов рублей от корпорации «Грин» за выделение земли для строительства гипермаркета «Фото» коммерсант Маргарита Логинова В феврале 2012 года райсуд арестовал мэра Ставрополя Игоря Бестужева, подозреваемого в покушении на получение взятки в 50 миллионах рублей за предоставление в аренду муниципальной земли для строительства спортивного центра В июле 2014 года экс-мэр был приговорен к 9 годам лишения свободы фото, фотоэтартас, ТАС В сентябре 2011 года мэр Смоленска Константин Лазарев и его заместитель Николай Петроченко были задержаны по подозрению в многомиллионных поборах, собранных от коммерческих структур за получение подрядов, связанных с подготовкой города к 1150-летнему юбилею В феврале 2014 года господин Лазарев был оправдан фото, фотоэтартас, Александра Мудрат слэш ТАС В феврале 2011 года мэр Братска Александр Серов был арестован по подозрению в вымогательстве у владельца городской управляющей компании взятки в размере 15 миллионов рублей за подписание договора аренды имущества и получение от него более 1 миллиона рублей В апреле 2014 года он был приговорен к 5,5 годам колонии строгого режима фото, коммерсант, Александр Сидоров В феврале 2010 года Ленинский райсуд Смоленска выдал санкцию на арест мэра города Эдуарда Качановского, подозреваемого в покушении на получение крупной взятки По версии следствия, он вместе со своим заместителем Валерием Осиповым требовал у директора строительной организации взятку в виде трехкомнатной квартиры стоимостью более 2 миллионов рублей Взамен чиновники обещали выдать разрешение на ввод в эксплуатацию дома и магазина, строительство которых осуществлялось этой фирмой В 2011 году он был осужден на 4 года колонии строгого режима 23 ноября 2013 года вышел на свободу фото, коммерсант, Ольга Лисинова В сентябре 2007 года в отношении мэра Вологда Алексея Якуничева было возбуждено уголовное дело по трем статьям МУК, включая получение взятки По версии следствия, взятка была дана в виде квартиры, которую Якуничев в 2004 году помог получить одному из экс-прокуроров города В 2009 году Якуничев был приговорен к четырем годам лишения свободы условно 11 апреля 2016 года бывший мэр скончался в результате обширного инфаркта Фото, коммерсант, Алексей Петров В июле 2007 года при получении взятки в 1,2 миллиона рублей был задержан вице-губернатор Приморского края Александр Шишкин, курировавший вопросы ЖКХ Бывший вице-губернатор признал свою вину в получении взятки и был осужден на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 1 миллионе рублей Александр Шишкин освободился из мест заключения в 2013 году Фото, коммерсант, Александр Морской В июне 2007 года бывшему сенатору от Башкирии Игорю Изместеву было предъявлено обвинение в организации дачи взятки в размере 10 тысяч долларов оперуполномоченному Департаменту экономической безопасности ФСБ майору Ольге Нужденовой В настоящее время он отбывает пожизненное наказание за организацию серии заказных убийств В июле 2017 года Изместев написал на имя президента России прошение о помиловании фото, коммерсант, Дмитрий Лебедев В июне 2006 года при получении взятки в 300 тысяч долларов в офисе авиакомпании «Трансайро» был задержан сенатор от парламента Калмыкии Ливон Чахмахчан вместе с зятем, помощником аудитор и счетной палаты армии на Маганесянам В июле 2008 года Чахмахчан был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 9 годам лишения свободы В ноябре 2008 года Верховный суд сократил срок отбывания наказания до 7,5 лет и переквалифицировал состав преступления с мошенничества в особо крупном размере на покушение на мошенничество в особо крупном размере В январе 2011 года Ливон Чахмахчан был освобожден из колонии Пауда фото, коммерсант, Григорий Собченко В декабре 2006 года Советский райсуд Томска арестовал и отстранил от должности мэра Томска Александра Макарова Ему были предъявлены обвинения по 7 статьям МУК, включая СТ. 290 получения взятки 15 ноября 2010 года бывший мэр был приговорен к 12 годам строгого режима 9 июня 2016 года Александр Макаров вышел на свободу по условно-досрочному освобождению УДО, фото, коммерсант, Яков Андреев В декабре 2005 года было заведено уголовное дело против губернатора Ивановской области Владимира Тихонова Согласно показаниям, часть взятки размером 400 тысяч рублей, в получении которой обвинялся и О. начальника областного управления Ивавтодор Валерий Цой, предназначалась господину Тиханову, который сразу подал в отставку В августе 2006 года к обвинению против Владимира Тихонова добавилась статья «Незаконное хранение боеприпасов» Однако в сентябре 2006 года уголовное дело против бывшего губернатора было прекращено из-за отсутствия состава преступления фото, коммерсант, Павел Смертин В ноябре 2013 года по обвинению в получении взятки на сумму в 10 миллионах рублей был арестован мэр Астрахани Михаил Столяров По версии следствия, взятку дал предприниматель Константин Хвалык, который намеревался получить в Астрахани земельный участок под строительство крематория В ноябре 2014 года Кировский районный суд приговорил бывшего чиновника к 10-му годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей фото Коммерсант Алексей Дмитриев 4 марта 2015 года был задержан и вскоре арестован губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин 25 марта он был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента СКР предъявил господину Хорошавину обвинение в получении взяток на сумму 5,6 миллиона долларов В 2011-2013 годах от гендиректора ООО Сахалинская компания «Энергострой» Николай Экран за заключение контрактов на строительство 4-го энергоблока Южной Сахалинской ТЭЦ-1 В октябре 2015 года начался суд об отчуждении незадекларированного имущества Александра Хорошавина на сумму в 1,1 миллиарда рублей в пользу государства 9 февраля 2018 года городской суд Южной Сахалинска приговорил бывшего губернатора к 13-му годам тюремного заключения в колонии строгого режима Признав его виновным в получении взяток и легализации преступных доходов Фото, коммерсант Дмитрий Лебедев 19 сентября 2015 года был задержан и вскоре арестован глава республики Коми Вячеслав Гайзер 30 сентября того же года господин Гайзер был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента Следствие обвинило его в мошенничестве и создании преступного сообщества Целью которого, по версии правоохранительных органов, являлось отчуждение акций и долей государства в прибыльных предприятиях республики Поздней к обвинениям добавилась статья о легализации денежных средств СКР оценил ущерб от деятельности группы в более чем 3,3 миллиарда рублей В настоящее время бывший губернатор находится под арестом Следствие по его делу продолжается фото Коммерсант Александр Меридонов Бывший мэр города Рыбинской Ярославской области Юрий Ласточкин в июле 2013 года стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и нанесении ущерба ОАО НПО Сатурн на 116 миллионов рублей В октябре того же года он был задержан региональным управлением СКР по подозрении в вымогательстве 2 миллиона рублей 23 сентября 2015 года Ласточкин был признан виновным в растрате и получении взятки Рыбинский суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 140 миллионов рублей Фото, коммерсант Александр Тихонов 24 июня 2016 года в Москве при получении взятки в размере 400 тысяч был задержан губернатор Кировской области Никита Белых 28 июля 2016 года Владимир Путин освободил его от должности губернатора в связи с утратой доверия 1 февраля 2018 года Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего белых к 8 годам колонии строгого режима и штрафу 48 миллионов рублей Фото, оперативная съемка 14 ноября 2016 года глава Минэкономразвития Алексей Люкаев был задержан по подозрению в получении взятки в размере 2 миллиона долларов за одобрение продажи 50,8% акций по Абашнефт 4 декабря 2017 года гособвинение потребовало признать экс-министра виновным и приговорить его к 10 годам лишения свободы 15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра к 8 годам колонии строгого режима фото, коммерсант Дмитрий Азаров В мае 2014 года Управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело против губернатора региона Василия Юрченко за превышение должностных полномочий По версии следствия, в 2010 году глава области продал компанию «Тактика», связанной с бизнесом Олега Дерипаски, участок под строительство гостиницы в Новосибирске Цена земли оказалась заниженной, что лишило областной бюджет 22 миллиона рублей 20 октября 2017 года Василий Юрченко был признан виновным и приговорен к 3 годам условно фото, коммерсант Валерий Титиевский 20 марта 2017 года против экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича было выдвинуто обвинение в получении взяток от министра здравоохранения региона Виталия Тисленко на сумму 26 миллионов рублей Находившийся за границей Юревич был объявлен в международный розыск, с 24 мая заочно арестован В том же месяце было возбуждено еще одно уголовное дело по версии следствия В 2011-2014 годах Юревич получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере на сумму около 3,4 миллиарда рублей Фото, коммерсант Алексей Борисов В ночь на 1 июня 2016 года мэр Владивостока Игорь Пушкарев был задержан и доставлен в Москву СКР выдвинул против него обвинение в превышении должностных полномочий и коммерческом подкупе По версии следствия, Пушкарев передавал газ заказов фирмы своих родственников Ущерб от такой деятельности составил около 160 миллионов рублей 20 октября 2017 года дело было передано в суд Слушания начнутся в начале 2018 года Фото, коммерсант, Геннадий Гуляев В сентябре 2014 года губернатор Брянской области Николай Денин был уволен в связи с утратой доверия 21 мая 2015 года СКР предъявил Денину обвинение в превышении должностных полномочий По версии следствия, в 2011-2012 годах экс-губернатор подписал распоряжение о выделении Из резервного фонда области более 21,8 миллиона рублей подконтрольной его семье птицефабрики Снежка 19 ноября 2015 года приговорен к четырем годам колонии общего режима фото Коммерсант, Дмитрий Лебедев 4 апреля 2017 года против главы Удмуртия Александра Соловьева Было выдвинуто обвинение в получении взятки в особо крупном размере Подозреваемый был задержан и этапирован в Москву Тот же день указом президента России был уволен в связи с утратой доверия Сумма взяток, в которых подозревался Соловьев, насчитывала 139 миллионов рублей Экс-глава региона находится под домашним арестом по состоянию здоровья Следствие продолжается фото Коммерсант Анатолий Жданов 13 апреля 2017 года глава Мариэл Леонид Маркелов был задержан и отправлен в Москву Ему инкриминируется получение взятки в размере 235 миллионов рублей В настоящее время Маркелов находится в Сизоле-Фортово под арестом до 12 февраля 2018 года Фото – коммерсант Геннадий Гуляев От 1966 года занимается с exertив Division carpet для наберя Фото выиграть 26 апреля Заходу Ind향ного стрSI за периода Фото – коммерсант Геннадий Гуза Фото 13 яб knew немножко не было до 5 сестра В июле 2013 года по обвинению в вымогательстве взятки был арестован мэр Ярославля Евгений Урлашов По словам руководителя ООО «Радострой» Сергея Шмелева, в 2012 году его фирма заключила с мэрией договор на уборку города За это его обязали заплатить откат в размере 14 миллионов рублей В августе 2016 года Кировский районный суд Ярославля приговорил Евгения Урлашова к 12,50 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 60 миллионов рублей 20 января 2017 года решение суда вступило в силу фото Коммерсант-экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудко 8 декабря 2013 года был приговорен к 9,50 годам строгого режима Суд счел его виновным в получении 40 миллионов рублей от корпорации Грин за выделение земли для строительства гипермаркета фото Коммерсант в феврале 2012 года райсуд арестовал мэра Ставрополя Игоря Бестужева Подозреваемого в покушении на получение взятки в 50 миллионах рублей за предоставление в аренду муниципальной земли для строительства спортивного центра В июле 2014 года экс-мэр был приговорен к 9 годам лишения свободы фото Фото и Тартас в сентябре 2011 года мэр Смоленска Константин Лазарев и его заместитель Николай Петраченко были задержаны по подозрению в многомиллионных поборах Собранных от коммерческих структур за получение подрядов Связанных с подготовкой города к 1150-летнему юбилею В феврале 2014 года господин Лазарев был оправдан фото Фото и Тартас в феврале 2011 года мэр Братска Александр Серов был арестован по подозрению в вымогательстве у владельца городской управляющей компании взятки в размере 15 миллионов рублей за подписание договора аренды имущества и получение от него более 1 миллиона рублей В апреле 2014 года он был приговорен к 5,5 годам колонии строгого режима фото Коммерсант в феврале 2010 года ленинский райсуд Смоленска выдал санкцию на арест мэра города Эдуарда Качановского, подозреваемого в покушении на получение крупной взятки По версии следствия, он вместе со своим заместителем Валерием Осиповым требовал у директора строительной организации взятку в виде трехкомнатной квартиры стоимостью более 2 миллионов рублей Взамен чиновники обещали выдать разрешение на ввод в эксплуатацию дома и магазина, строительство которых осуществлялось этой фирмой В 2011 году он был осужден на 4 года колонии строгого режима 23 ноября 2013 года вышел на свободу фото Коммерсант в сентябре 2007 года в отношении мэра Вологда Алексея Якуничева было возбуждено уголовное дело по трем статьям МУК, включая получение взятки По версии следствия, взятка была дана в виде квартиры, которую Якуничев в 2004 году помог получить одному из экс-прокуроров города В 2009 году Якуничев был приговорен к четырем годам лишения свободы условно 11 апреля 2016 года бывший мэр скончался в результате обширного инфаркта Фото, коммерсант в июле 2007 года при получении взятки в 1,2 миллиона рублей был задержан вице-губернатор Приморского края Александр Шишкин, курировавший вопросы ЖКХ Бывший вице-губернатор признал свою вину в получении взятки и был осужден на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 1 миллионе рублей Александр Шишкин освободился из мест заключения в 2013 году Фото, коммерсант в июне 2007 года бывшему сенатору от Башкирии Игорю Изместеву было предъявлено обвинение в организации дач взятки в размере 10 тысяч долларов Оперуполномоченному департамента экономической безопасности ФСБ майору Ольге Нужденовой В настоящее время он отбывает пожизненное наказание за организацию серии заказных убийств В июле 2017 года Изместев написал на имя президента России прошение о помиловании фото Коммерсант в июне 2006 года при получении взятки в 300 тысяч долларов в офисе авиакомпании Трансайро был задержан сенатор от парламента Калмыкия Ливон Чахмахчан вместе с зятем помощником аудитор счетной палаты армии на Маганисианом В июле 2008 года Чахмахчан был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 9 годам лишения свободы В ноябре 2008 года Верховный суд сократил срок отбывания наказания до 7,5 лет и переквалифицировал состав преступления с мошенничества в особо крупном размере на покушение на мошенничество в особо крупном размере В январе 2011 года Ливон Чахмахчан был освобожден из колонии Пауда фото Коммерсант в декабре 2006 года Советский райсуд Томска арестовал и отстранил от должности мэра Томска Александра Макарова Ему были предъявлены обвинения по 7 статьям МУК, включая СТ. 290 получения взятки 15 ноября 2010 года бывший мэр был приговорен к 12 годам строгого режима 9 июня 2016 года Александр Макаров вышел на свободу по условно-досрочному освобождению Удафото, коммерсант в декабре 2005 года было заведено уголовное дело против губернатора Ивановской области Владимира Тихонова Согласно показаниям, часть взятки размером 400 тысяч рублей, в получении которой обвинялся и О. Начальника областного управления Ивавтодор Валерий Цой, предназначалась господину Тихонову, который сразу подал в отставку В августе 2006 года к обвинению против Владимира Тихонова добавилась статья «Незаконное хранение боеприпасов» Однако в сентябре 2006 года уголовное дело против бывшего губернатора было прекращено из-за отсутствия состава преступления Коммерсант в ноябре 2013 года по обвинению в получении взятки на сумму в 10 миллионах рублей был арестован мэр Астрахани Михаил Столяров По версии следствия, взятку дал предприниматель Константин Хвалык, который намеревался получить в Астрахани земельный участок под строительство крематория В ноябре 2014 года Кировский районный суд приговорил бывшего чиновника к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей фото Коммерсант 4 марта 2015 года был задержан и вскоре арестован губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин 25 марта он был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента СКР предъявил господину Хорошавину обвинение в получении взяток на сумму 5,6 миллиона долларов В 2011-2013 годах от гендиректора ООО Сахалинская компания «Энергострой» Николай Экран за заключение контрактов на строительство 4-го энергоблока Южной Сахалинской ТЭЦ-1 В октябре 2015 года начался суд об отчуждении незадекларированного имущества Александра Хорошавина на сумму в 1,1 миллиарда рублей в пользу государства 9 февраля 2018 года городской суд Южной Сахалинска приговорил бывшего губернатора к 13-му годам тюремного заключения в колонии строгого режима Признав его виновным в получении взяток и легализации преступных доходов фото Коммерсант 19 сентября 2015 года был задержан и вскоре арестован глава республики Коми Вячеслав Гайзер 30 сентября того же года господин Гайзер был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента Следствие обвинило его в мошенничестве и создании преступного сообщества Целью которого, по версии правоохранительных органов, являлось отчуждение акций и долей государства в прибыльных предприятиях республики Поздней к обвинениям добавилась статья о легализации денежных средств СКР оценил ущерб от деятельности группы в более чем 3,3 миллиарда рублей В настоящее время бывший губернатор находится под арестом Следствие по его делу продолжается фото Коммерсант бывший мэр города Рыбинской Ярославской области Юрий Ласточкин в июле 2013 года стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и нанесении ущерба ОАО НПО «Сатурн» на 116 миллионов рублей В октябре того же года он был задержан региональным управлением СКР по подозрении в вымогательстве 2 миллиона рублей 23 сентября 2015 года Ласточкин был признан виновным в растрате и получении взятки Рыбинский суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 140 миллионов рублей Коммерсант 24 июня 2016 года в Москве при получении взятки в размере 400 тысяч был задержан губернатор Кировской области Никита Белых 28 июля 2016 года Владимир Путин освободил его от должности губернатора в связи с утратой доверия 1 февраля 2018 года Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего белых к 8 годам колонии строгого режима и штрафу 48 миллионов рублей фото Оперативная съемка 14 ноября 2016 года Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан по подозрению в получении взятки в размере 2 миллиона долларов за одобрение продажи 50,8% акций по Абашнефт 4 декабря 2017 года Гособвинение потребовало признать экс-министра виновным и приговорить его к 10 годам лишения свободы 15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра к 8 годам колонии строгого режима фото Коммерсант в мае 2014 года Управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело против губернатора региона Василия Юрченко за превышение должностных полномочий По версии следствия, в 2010 году глава области продал компании «Тактика», связанной с бизнесом Олега Дерипаски Участок под строительство гостиницы в Новосибирске Цена земли оказалась заниженной, что лишило областной бюджет 22 миллиона рублей 20 октября 2017 года Василий Юрченко был признан виновным и приговорен к 3 годам условно фото Коммерсант 20 марта 2017 года против экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича Было выдвинуто обвинение в получении взяток от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко на сумму 26 миллионов рублей Находившийся за границей Юревич был объявлен в международный розыск С 24 мая заочно арестован В том же месяце было возбуждено еще одно уголовное дело По версии следствия, в 2011-2014 годах Юревич получил от предпринимателей Челябинской области Взятку в особо крупном размере на сумму около 3,4 миллиарда рублей фото Коммерсант в ночь на 1 июня 2016 года мэр Владивостока Игорь Пушкарев был задержан и доставлен в Москву СКР выдвинул против него обвинение в превышении должностных полномочий и коммерческом подкупе По версии следствия, Пушкарев передавал газ заказов фирмы своих родственников Ущерб от такой деятельности составил около 160 миллионов рублей 20 октября 2017 года дело было передано в суд Слушания начнутся в начале 2018 года Фото коммерсант в сентябре 2014 года губернатор Брянской области Николай Денин был уволен в связи с утратой доверия 21 мая 2015 года СКР предъявил Денину обвинение в превышении должностных полномочий По версии следствия, в 2011-2012 годах экс-губернатор подписал распоряжение о выделении из резервного фонда области более 21,8 миллиона рублей подконтрольной его семье птицефабрики Снежка 19 ноября 2015 года приговорен к четырем годам колонии общего режима фото Коммерсант 4 апреля 2017 года против главы Удмуртии Александра Соловьева было выдвинуто обвинение в получении взятки в особо крупном размере Подозреваемый был задержан и этапирован в Москву Тот же день указом президента России был уволен в связи с утратой доверия Сумма взяток, в которых подозревался Соловьев, насчитывала 139 миллионов рублей Экс-глава региона находится под домашним арестом по состоянию здоровья Следствие продолжается фото Коммерсант 13 апреля 2017 года глава Мариэл Леонид Маркелов был задержан и отправлен в Москву Ему инкриминируется получение взятки в размере 235 миллионов рублей В настоящее время Маркелов находится в Сизоле-Фортово под арестом до 12 февраля 2018 года Фото, коммерсант смотреть минус